Новый виток развития Восемь улиц отремонтировали в Новоалтайске. Сегодня проверили качество работ. Остались ли довольны специалисты и горожане? Выбирались улицы самые интенсивные, самые разрушенные. Вернулась на родину серебром в кармане. Как Екатерине Фурсовой удалось войти в тройку сильнейших на Кубке Европы по кеокусинка и карате? Я не стала вообще ничего смотреть. У нас была своя тактика и я ее придерживалась. Человеческие останки обнаружили в Волчихинском районе. Их заметили рабочие, когда прокладывали водопровод на улицы ветеранов. Предположительно массовое захоронение достаточно давнее. Краевой следственный комитет начал доследственную проверку. В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия. Назначены генетические экспертизы с целью установления давности костных останков, а также медико-кармелистические экспертизы на наличие возможных повреждений. Следствием устанавливаются обстоятельства образования массового захоронения людей. Результатом проверки будет принято соответствующее оппозиционное решение. С перевесом проезд запрещен. Сегодня утром на въезде в Краевую столицу задержали большегруз, который не собирался проходить проверку на пункте весового контроля. Как выяснили при задержании, у водителя отсутствовало разрешение на провоз тяжелого груза. Транспортное средство удалось засечь с помощью камеры видеонаблюдения на автодороге Алтай-Кузбасс. Транспортное средство двигалось в превышение по общей массе и по нагрузкам на оси, более чем на 20%. Ну и примерный ущерб, если так по предварительным расчетам, около 50 тысяч рублей. Как поняли, что поняли, что поняли? Ну, во-первых, нечитаемые государственные знаки были. И вот, судя по его остановке, он должен заезжать через карман, проходя весовой контроль. Но он нарушил требования знаков и пытался проехать мимо. Сэкономить в итоге не получилось. Теперь водителю за отсутствие разрешения и перевес грозит административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А владельцу большегруза до 400 тысяч рублей. А это намного дороже, чем купить разрешение на разовую поездку, которая стоит от 2 до 7 тысяч рублей. К другим темам. Крупный молочный жетно-отческий комплекс на 3 тысячи голов построен в Тальменском районе. Он появится через полтора года. Соглашения о реализации этого инвестиционного проекта подписались сегодня в Рио губернатора края Виктор Томенко и президент группы компаний «Эко-Нива» Штефан Дюр. По словам инвестора, это будет предприятие нового уровня с большим, чем в других регионах, поголовьем и более современным набором оборудования. Начнется строительство животноводческого комплекса уже в этом году. Общая стоимость проекта около 3 миллиардов рублей. Для заготовки кормов и создания кормовой базы инвестору необходимо почти 6 тысяч гектаров земли. Благодаря работе комплекса в Тальменском районе появятся новые рабочие места. Один комплекс – это примерно живоноводство, примерно 100 человек, плюс растеневодство, которое так и так есть. Если три комплекса – это 300 человек. Но 300 человек для района – это, наверное, тоже какое-то значение. Да, потому что эта заплата все равно достойная у нас. И на комплексе средний заплата где-нибудь 35 тысяч рублей, да, который все равно принесет все деньги в селе, а потом уже люди это тратят и, соответственно, живет и в школе, и в детском саде. Отметим. Эко-Нива – крупнейший производитель молока в России и Европе. Общее поголовье крупного рогатого скота в холдинге насчитывает 110 тысяч. Каждый день на комплексах эко-Нивы производится полторы тысячи тонны молока. Сто дней – это веха в работе любого государственного деятеля. Со времен Наполеона Бонапарта именно по истечении этого времени общественность оценивает результаты труда чиновников. Сто дней Виктор Томенко занимает должность временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края. РД-студия, занимающаяся производством документальных фильмов, подготовила очерк «Виктор Томенко. Жизнь и работа», посвященный этой дате. Журналисты сопровождали в Рио губернатора в рабочих поездках по городам и районам Алтайского края. Создать впечатление, сформировать какие-то ожидания, надежду у людей заранить – это можно образом, словами. Но доверие по-настоящему рождается тогда, когда дело твое со словами не расходится. В фильме в Рио губернаторы рассказывают об Алтайском крае и о специфике работы в регионе, об экономике, видении основных проблем и задач – это повышение зарплат, развитие дорожной сети, предпринятые шаги по улучшению социально-экономического климата. 10 сентября фильм можно будет увидеть в эфире «Катунь-24». Для жителей Новоалтайска осень началась с приятного сюрприза. В городе завершили ремонт сразу восьми улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Общероссийский народный фронт сегодня принял работы. Зонтики на улицах Новоалтайска вовсе не признак того, что начинается дождь. Такие остановочные павильоны установили в городе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году городу из бюджетов разных уровней было выделено более 110 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали 8 улиц. Выбирали самые убитые участки. Под такое описание подошли улицы Анатолия, Переездная, Диповская, Тимирязева и другие. При выборе местные власти опирались и на мнение горожан. Выбирались улицы самые интенсивные, самые разрушенные вместе с администрацией. Выполнен ямочный ремонт, подняты канализационные колодца, установлены знаки, сделаны автобусные карманы. То есть все, как было запланировано, все выполнено. На одной из центральных улиц появилась камера фото и видеофиксации нарушений ПДД. Местные власти надеются, что такая мера снизит количество аварий в этом месте в два раза по отношению к 2016 году. Сейчас движение полностью открыто. При работе подрядчик использовал специальный мастично-щебеночный асфальт. На такое покрытие он дает 4 года гарантии. Сегодня Общероссийский народный фронт принял работы. Со стороны общественности действительно замечаний на этом объекте нет. Мы тщательно внимание уделяем каждому нарушению, будь то это примыкание, либо установка технических средств организации дорожного движения. Поэтому в целом можно сказать выполнение на 100% без замечаний. В целом приоритетный проект подходит к финальной стадии. Сейчас работы ведутся на 20 дорогах Барнаула и на 5 региональных трассах. Уложено уже более 800 тысяч тонн асфальтобетона верхнего слоя, более 78 тысяч тонн асфальтобетона нижнего слоя. Оплачено, принято работ на сумму общую порядка 950 миллионов рублей, в том числе на 514 миллионов рублей федерального бюджета. В этом году по проекту выделено полтора миллиарда рублей на дорожную инфраструктуру Барнаульской агломерации. По информации Минстройтранса, запланированные работы выполнены на 70%. Яна Аксенова, Анатолий Фукс, Новости. Сегодня Международный день благотворительности. В Алтайском крае существует не менее 15 благотворительных организаций. Волонтеры помогают малоимущим семьям, детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями и другим нуждающимся. О том, кому так нужна наша помощь, в сюжете Полине Ждановой. Знакомьтесь, это Маша Девятова. Ей 9 лет. Любит петь, учиться в школе, мечтает стать профессионалом в индустрии красоты. Парикмахером, потом ногти хочу делать и макияж. С виду мечтатель надели настоящий борец за жизнь. У Маши тяжелая форма диабета. О диагнозе родители узнали, когда девочке было 8 месяцев. Сложности стали возникать с подбором дозы инсулина. Сахар не падал. Это в любой момент могло привести к коме. Жизнь девочки зависела от инсулиновой помпы. Для ее приобретения и за расходными материалами семья Маша обратилась в Российский детский фонд. Сегодня благодаря помощи жителей Алтайского края школьница может вести активный образ жизни и не вспоминать о плохом самочувствии. Когда мы пришли на помпу, это для нас было большое спасение. Это в чем преимущество? Это лучше сахара, намного лучше, чем на шприцеручках. Второе удобство – это то, что мы в школу пришли, нам не надо подкалывать, ходить со шприцеручками и прятаться. Куда бы поставить инсулин, где эта помпа подаст правильную дозировку инсулина. Это очень удобно. Такая помощь стала возможной благодаря губернаторской краевой программе «Поддержим ребенка». Она реализуется совместно с Российским детским фондом. Благотворители помогают детям с ДЦП, онкологией, тяжелыми формами диабета и другими заболеваниями. Только на помощь диабетикам фонд тратит около 4 миллионов рублей в год. За 2018-й помощь оказали 130 детям с диагнозом диабет. Эта помощь не распределяется адресно одному ребенку, одной семье. Мы имеем возможность благодаря такой большой поддержке оказывать помощь большому количеству детей, что это очень важно. Если говорить про диабет, это приобретение расходных материалов для 130 детей, не выделяя какую-то семью, а сразу оказывая и решая эту проблему. А вот адресную помощь осуществляет проект телеканала «Катунь-24» «Могу помочь». В нашу редакцию обращаются нуждающиеся, а мы находим тех, кто эту помощь им может оказать. За год поддержку получают около 20 человек. Один из самых трогательных выпусков программы «Исполнение мечты» Димы Мокрецова, мальчика из многодетной семьи. Его заветным желанием был ноутбук для уроков и мобильный телефон. Помощь, оказанная спонсором, растрогала семью Мокрецовых. Бывает такое, что остается после уроков. Я его теряю. Приходится звонить учителю, спрашивать, где он, почему задержался. Теперь будет всегда на связи. Желаю здоровья, счастья, успехов в труде, всего наилучшего. Спасибо вам большое. В социальном проекте «Могу помочь» участвуют погорельцы, малоимущие ветераны. Ко Дню Победы в рамках программы «Барнаульцы» помогли фронтовику издать свою книгу. Часто в программу обращаются, чтобы получить помощь в приобретении школьных принадлежностей и мебели. И все это находят наши телезрители. На самом деле таких людей очень много, которые звонят, которые говорят, что я готов помочь, я готов оказать помощь, чем я могу быть полезен. Когда уже даже мы нашли то, в чем нуждается человек, люди все равно продолжают звонить и предлагать свою помощь. По статистике в материальной помощи сейчас нуждаются более 28 тысяч детей из малоимущих семей. Кроме государственных программ, таким семьям помогают и частные некоммерческие благотворительные организации. Яркий пример – фонд «Облака». Его волонтеры поддерживают нуждающихся уже 4 года. За это время более тысячи семей получили одежду, питание и крышу над головой. Мы помогаем оперативно. Еда, одежда, жилье. Мы помогаем образованием и профессионально-юридическая помощь в решении тех вопросов, которые семья не может решить. Ближайшая благотворительная акция фонда «Облака» вела пробег на трассе здоровья. Он состоится 22 сентября. Как говорят общественники, в таком деле любая помощь значима. С вашей помощью, помощью неравнодушных людей, можно спасти жизни не только отдельно взятых людей, а целые семьи. Полина Жданова, Сергей Седых, Анатолий Фукс, Сергей Балуев, Денис Кузьменко. Новости. Сотовый телефон, планшет и ноутбук. Без современных гаджетов мы уже не представляем свою жизнь. Но бывает и так, что не каждый может себе позволить такие покупки. Что делать? Знают жители Алтайского края, которые участвовали в конкурсе «Фотовыборы-22». Наши корреспонденты пообщались с победителями. Когда заканчиваешь школу, коленки трясутся. И вот такое легкое волнение, сердце бьется. И пока я уже не получила их в руки, то это не верилось. Так учитель Кашкарагайхинской средней школы Татьяна Немилова вспоминает о своей победе в конкурсе «Фотовыборы-22». Он проходил полгода назад во время выборов президента страны. Коллектив решил принять в нем участие. Продумали образы и идею фотографии. Получилось масштабно, причем в прямом смысле этого слова. На снимке 35 человек. Это учителя, директор и волонтеры. В итоге выиграли 4 айпада. С их помощью теперь готовят презентации и снимают школьные мероприятия. Один из планшетов коллектив школы отдал в детский сад. А вот на вопрос, как удалось сделать удачный снимок, отвечают просто. Главное – верить друг в друга. Идею разрабатывали все вместе. Я говорю, ребятишки у нас тоже очень активные волонтеры. Поэтому идея непосредственно родилась, что раз выборы президента Российской Федерации и как патриотическое фото. Поэтому идея была взята, чтобы показать наш флаг России. И, опять же, сбор всего коллектива. Мы решали, кто пойдет в красном, в белом, в синем. Получилось, что мы проголосовали очень быстро, вовремя с утра. Заявились на фото и ждали результата. Почему победили? Потому что очень верим в Отечество и очень уверены в своем родном коллективе. Любим детей и считаем, что все всегда должно получаться. Семья Казанцевых из Заринска голосовать за главу государства пришла в полном составе. Мама Люба, папа Леша, сын Женя и самая маленькая – дочка Ксюша. К своему фото даже написали стих. Снимок оказался удачным. В подарок Казанцевы получили ноутбук. Работает на нем теперь глава семейства. Просто не поверили изначально. Потом мне на следующий день позвонили. Потом мы прямо ноутбук забрали. Тут уже все стали нас поздравлять. Кто знал, кто не знал. Но Женя еще в саду рассказал вообще. Прибавилась аудитория, внимание к нам. Ну, в общем, в конкурсах участвовать надо. Это добавляет положительных эмоций. Стать счастливым обладателем призов может каждый. Несмотря на то, что конкурс «Фотовыборы-22» завершился, 8 августа телеканал «Катунь-24» запустил новый конкурс «Мой голос-22». Для участия в нем вам нужно прийти в единый день голосования 9 сентября на свой избирательный участок, найти там большой баннер с символикой конкурса и сделать снимок на его фоне. Выложить его в соцсетях с хэштегами «Мой голос-22» и наименованием города или района. Евгения Князева, Роман Хайрулин. Новости. И о спорте. Сборная России привезла пять комплектов наград с Кубка Европы по кио-кусинка и карате. Барнольская спортсменка Екатерина Фурсова завоевала серебро в среднем весе. С ней встретился мой коллега Вадим Слюсарев. Екатерина Фурсова в карате 10 лет. Год назад получила черный пояс. Всегда хотела выступать на соревнованиях, а главное – побеждать. Поэтому при подготовке на международный турнир она увеличивает свои нагрузки. Две тренировки в день, шесть суток в неделю. Такая подготовка дает свои результаты. На прошедшем Кубке Европы в венгерском Сольнаке она выиграла серебро. Можешь как-то оценить уровень участников? Насколько тебе тяжело было выступать с ними? Как-то, может, ты готовилась к нему, изучала соперника? Наоборот, я не стала вообще ничего смотреть. У нас была своя тактика, и я ее придерживалась. В финале Екатерина встретилась со спортсменкой из Румынии. Поединок длился девять минут. Для сравнения, продолжительность стандартного боя – три минуты. Но судьи не могли вынести окончательное решение. В итоге рефери на татами после третьего дополнительного времени отдал победу румынке. Но даже серебро на чемпионате такого уровня – серьезное достижение. Чтобы попасть на Кубок Европы, каждый спортсмен должен стать лучшим на отборочных турнирах в своей стране. В сборную России вошли два алтайских спортсмена – Екатерина Фурсова и Богдан Князев. Оба – воспитанники Ярослава Расова. Сибирская школа Киакусенка считается одной из лучших в стране. Теперь показала себя и на международном уровне. У нас свои взгляды на видение поединка и на подготовку в целом. А школа – удары, они едины, то есть все ребята по всему миру отрабатывают. Ну, какие-то свои где-то ставят интересные удары технические, придумывают. Но у нас тоже есть свои наработки, которые мы стараемся придумать для каждого спортсмена, который их хорошо реализовывает. Ну, а так, у нас есть русский дух, с которым мы идем в бой. В конце сентября Екатерина отправится на первенство страны. Цель одна – победить и получить путевку на чемпионат мира в Токио, где она планирует подняться на высшую ступень пьедестала. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости. Таким был этот день. Спасибо, что провели его с нами. Меня зовут Егор Матаев, а вам я желаю хорошего и продуктивного вечера. До встречи в эфирах завтра.